Всем привет! Это видео по вскрытию моноколеса в Emotion V8, проверке ёмкости его батареи и предостережению вас от импульсивных покупок по супер низким ценам. Позвонил нам в Е-Колесо клиент, его зовут Сергей, и у него уже было два моноколеса. Одно какое-то типа No-NM вроде как, а второе кажется Airwheel X5. Сейчас, как раз на видео, его сыновья катаются. Оба этих моноколеса по ёмкости батареи 132 Вт-часа. Сергей думал купить себе моноколесо с большей батареей, так как 132 Вт-часа маловато для взрослого человека. А приятелю одного из его сыновей родители к Новому году подарили в Emotion V8, заказав его не у нас, а в каком-то другом магазине. В очередной раз они выехали на покатушке вместе с тем другом, которому родители купили V8. И очень удивительно было, что V8 довольно быстро сел, проехав примерно столько же, сколько и их моноколеса, у которых ёмкость 132 Вт-часа. При том, что V8, как вы знаете, заявлено 264 Вт-часа, то есть в два раза больше. Я, конечно, на всякий случай уточнил, может речь идёт о CXM-A8, но нет, сказали, что это был именно V8. В общем, Сергей хотел заказать себе V8, но его, мягко говоря, смущал маленький запас хода, а если говорить прямо, наглое враньё о ёмкости батареи. Я предложил для полной уверенности вскрыть моноколесо при доставке и проверить, какая батарея там стоит, а мы это снимем на видео. И если в нашем VMotion V8 действительно маленькая батарея, то мы без вопросов возвращаем деньги сразу же. Хорошо, что доставка была в Московской области, ну практически в Москве, и делали мы её своими силами. Если бы доставляли курьерской службой, курьер просто не стал бы ждать, да и вообще ему всё равно, какой аккумулятор VMotion V8, а нам не всё равно. Как видите, мы сняли крышку с той стороны, где находится батарея, но ёмкость на батарее не написана, хотя мы пытались найти заветные цифры. Даже отдирали полоску с уплотнителем, под который не оказалось информации о ёмкости. Однако по общему размеру и количеству аккумуляторов видно, что батарея физически в два раза больше 130-ти ваттной. Этого факта вполне хватило нашему клиенту, ведь размер имеет значение, а вот цифры можно написать любые. И мы решили не раскурочивать дальше батарею. А через пару дней я списался с Сергеем по WhatsApp, и он сказал, что по сравнению с его старыми моноколёсами и тем V8, которые купили непонятно где, батарея в нашем V8 вообще не садится. И прислал видео, как младший сын катается по торговому центру. Спасибо ему за это. Так что избегайте импульсивных покупок в сомнительных магазинах. Не ведитесь на якобы суперпредложения и низкие цены. Лучше 10 раз подумайте. Батарея составляет немалую долю цены и веса устройства. Помните об этом, когда увидели дешёвое моноколесо с ёмким аккумулятором? Пока, к сожалению, так. Возможно, в будущем технологии разовьются, и аккумуляторы будут дешёвыми, лёгкими и ёмкими. Однако сейчас в это сложно поверить. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал. Специально для e-колесо.су